Девушки отдыхают 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 Просто с ринга сейчас Своих соперников Рейв и Тимати Тайтус Ну что ж Очень-очень впечатляюще Начинают бой Наши участники И похоже в этот момент И Локомотиву Совершенно верно И Локомотив, и Ронни Кримсон Не верят, что с ними вот так вот Легко буквально за полминуты Разделались Я не знаю, как с малолетними юнцами Если можешь так сказать Да, им надо крепко подумать в этот момент А судья призывает их все-таки Занять положенный им угол ринга Для того, чтобы все-таки этот бой Начался как ему и положено А напоминаю, что в командных боях Борцы одновременно должны находиться на ринге По одному с каждой команды И включать своего напарника в бой Только после передачи ему правого боя Так называемого тага А кстати, вот и ответ на ваш вопрос Публика скандирует Лока, Лока Это говорит о том, что Пусть он наш подлец, но наш российский подлец Совершенно верно и лучше Наш российский подлец Чем какой-нибудь там заграничный Понимаешь, тем более американский Американский молодец Они там, наверное, все у себя в Америке Молодцы Напомним, что у Рейва и Локомотива вообще давние личные счеты Да, после того предательства, конечно И, конечно, Рейв хочет одержать победу в этом бою, как никто другой Кстати говоря, о сработанности очень так живенько только что передал право боя Рейв Тимоти Тайтусу И также живенько Тимоти Тайтус реверсирует захват руки полученной от Локомотива Делает ему Хиптос и... Опа! И просто чудеса! Сейчас эквилибристики демонстрирует американец Творит он с Локомотивом все, что захочет Да, есть у него в арсенале некоторый такой налет мексиканизма Говоря о школе рестлинга Потому что живет он, естественно, в Южных Штатах Там же и научился рестлингу Посмотрите, какое все-таки слаженное действие сейчас демонстрирует Тимоти Тайтус и Рейв Со стойки ринга прыжком просто снес сейчас в шею он Рони Кримсона Да, действительно, красивый двойной прием только что они провели Не в каждой даже давно выступающей вместе команде такое увидишь А вот это уже фамильярство в действии И это не фамильярство, это та самая хитрость, о которой мы всех сегодня предупреждали Но хитрость не очень-то пока помогает Локомотиву Потому что тут же он натыкается на выставленный локоть Рейва Правда, тут же делает шлагбаум в догонку Ну, все как всегда в командных боях Меняется слишком быстро, чтобы порой просто даже это описать Локомотив еще во время этого боя успевает издеваться над Рейвом Правда, про мяч его, мне кажется, он начал это делать Если бы на помощь пришел бы Рони Кримсон, Рейв бы точно пришел себе И еще один фирменный удар по затылку, потом фирменный наступ Как вы знаете, что 99% успеха в командных боях естественно обусловлено сработанностью и чистотой смены партнеров Потому что самое главное оставаться свежими и атаковать, атаковать и продолжать атаковать А Тайтус пытается воззвать нашу российскую публику к поддержке своего российского напарника И более бездарного занятия для американца в России я даже представить себе не могу Бездарного, да, а что же говорить о публике, которая не одарена даром поддержки своего соотечественника И недостаточно хорошо это делает, что американцу приходится подсоторивать ее А вот что-что, Рони Кримсон, ничего себе сейчас он сносит просто Рейва с ринга Рони Кримсон просто настоящий мастер дропкиков, как оказывается А Локомотив, как мы знаем, это уже известно давно, он просто мастер вот таких мощных оплеух куда-то по голове Рейв немного потерялся Локомотив закинул его на ринг после серии этих мощных ударов в ухо, по лицу и по затылку И теперь уже официально вступает в этот бой Попытка удержания, естественно, не проходит, потому что бой идет не так давно И Рейв пока держится молодцом, несмотря на то, что, да, выдержал несколько неприятных для себя моментов Вот еще один из таких моментов, весьма неприятный захват от Локомотива, Слипер Холл Посмотрите, даже в такой ситуации Локомотив издевается просто над... Да не даже, а Локомотив просто не был бы Локомотивом, если бы он не издевался в такой ситуации Совершенно верно, если бы он сейчас не издевался бы и над Рейвом, и над Тимоти Тайтусом Чем опасен такой захват, что от него можно очень быстро уплыть, потеряв сознание на несколько секунд, что и будет достаточно противнику для одержания победы Но Рейв врывается! Правда, ненадолго, а точнее, недалеко он смог убежать от захвата Локомотива Все-таки настиг он его Да, как я и сказал в начале матча, тут дело не только в хитрости Конечно, противостоять вот всем этим ударам и оплюхам Локомотива очень-очень нелегко Но Рейв это все-таки успешно делает и делает Инцигири по затылку Локомотива Увезло Локомотиву, что он отлетел прямо в угол ринга, где стоял Ронни Кримсон Ему оставалось только вытянуть руку и передать право боя Ронни Кримсон сменяет Локомотива Этот бой продолжится, дорогие друзья, увидимся сразу после короткой паузы Дорогие друзья, мы возвращаемся с вами на чемпионат опасная зона Это командный бой Тима Титайтус и Рейв против Локомотива и Ронни Кримсона И вот в данный момент как раз Рейв сменяется на своего напарника из Калифорнии Посмотрите, а вы посмотрите, что происходит Рейфери не заметил, как было передано право боя Он считает, что Тима Титайтус находится на ринге незаконно Более того, он требует, чтобы тот покинул ринг немедленно Да, удивительно, что наш судья с его опытом ведения матча И попался вот на эту незамысловатую проделку Локомотива и Ронни Кримсона Отвлекли они судью в самый критический момент А это позволило им оставить Рейва на ринге и вдвоем вот так вот атаковать его Очередной командный прием мы видели в исполнении Ронни Кримсона и Локомотива И удержание, из которого Рейв просто из последних сил вырывается Пытается он добраться в очередной раз до Тима Титайтуса, чтобы передать ему право боя Но ни Локомотив, ни Ронни Кримсон просто не дают ему этого сделать Но Ронни Кримсон добирается до Рейва быстрее И посмотрите, просто издеваются Над бедным, не побоюсь этого слова, американцем Ну вы понимаете, что я имею ввиду, дорогие друзья Хотя, кто знает, сейчас кризис, может быть он и правда бедный И поэтому приехал за 3-9 демель зарабатывать деньги, выступая здесь с нас в России Об этом можно узнать только у него самого Так, Ронни Кримсон блокирует попытку DDT Но со второго раза Рейв все-таки выполняет этот прием Пытается, пытается в очередной раз Рейв добраться до Тима Титайтуса И у него наконец-таки получается это сделать и свежий Тимати Тайтус против Сразу локомотивы Ронни Кримсона Кримсон сплэшем накрывает Тайтуса Нет, нет, конечно, оно не проходит Да, Тайтус смог попасть по локомотиву Задуман, по-моему, был двойной шлагбаум Но Ронни Кримсон вовремя увернулся И смотрите-ка Я думал, это будет бомба Но вы посмотрите на чудеса акробатики Ронни Кримсона Он перевел попытку бомбы в Мордобастер Причем из такого, казалось бы, не очень удобного положения Но надо отдать должное стойкости Тимати Тайтуса Потому что даже после такого жесткого впечатывания Он смог контратаковать Ронни Кримсона Который делает очередной разбег, но попадает на силовой бросок Нет, все, конечно, могло прямо сейчас закончиться Причем закончится хорошо для Тимати Тайтуса и Рейва Именно так я и подумал Потому что силовой бросок от Тимати Тайтуса Который весит 110 килограмм И может вот так запросто ловить разбежавшегося на него Ронни Кримсона Это многого стоит И вот, пожалуйста, еще один на этот раз скупслэм Практически в одни ворота получает сейчас приемы Ронни Кримсон За скупслэмом тут же падающее колено проводит ему Тимати Тайтус И вот такой вот болевой прием Такой полуболевой, полуудушающий И за все издевательства, полученные ранее Похоже, Тимати Тайтус хочет сейчас отомстить Ну или того, значит, хочет Он это и делает Посмотрите, вот теперь его очередь издеваться Похоже, он кивал Он пытался кивать головой Ронни Кримсона В знак того, что тот, да, согласен, сдастся Но этот номер не прошел, как мы видели Надо отдать должности стойкости Кримсона Как я всегда говорил Российские люди из провинции Самые стойкие люди из всех провинций Вот и локомотив сейчас наглядно демонстрирует Просто спасая своего напарника от болевого приема снайпер И только ради зрителей судья смотрит на это Сквозь один полузакрытый глаз и сквозь пальцы Потому что если он остановит этот бой Возможно, мы не увидим еще много чего От того, что мы можем увидеть Например, вот так вот Прямо в зрителей локомотив запускает Тимати Тайтуса На самом деле, я считаю, что локомотив сейчас В какой-то степени поступил правильно Он хочет, чтобы наши российские болельщики Поближе познакомились с Тимати Тайтусом Узнали, как он живет в России Чем он живет в Америке Почему он вообще решил сюда приехать А как это еще раз делать Таким вот тесным общением После этого тесного общения Он разозлился на локомотива еще больше И вы посмотрите Он выдернул несколько стульев из-под зрителей А все для того, чтобы Как я подразумеваю Потому что в рестлинге обычно так и бывает Чтобы соорудить некую конструкцию Приземляться на которую будет Гораздо больнее, чем просто на ринг Или даже на пол возле него Я даже не знаю, что сейчас задумал Тимати Тайтус Но это действительно, скорее всего Что-то страшное Неужели бомбу? Неужели он хочет локомотива бомбой уронить На кромке этих железных стульев? Это вы пока не узнаете Потому что приходит в себя локомотив И неужели суплекс? Оба пытаются блокировать усилия друг друга И да Здесь скорее локомотив именно хитростью, а не силой взял Тайтуса И прямо головой влетел он сейчас В сидение стула Отправил его в такой вот полет Локомотив А локомотив-то и не собирается разбирать эту конструкцию Похоже, теперь его очередь пытаться суплексировать Тайтуса У Тайтуса не получилось задуманное Неужели он это сейчас сделает? Посмотрим, что сделает локомотив Неужели ему удастся? И... Суплекс! Вот это да! На шесть стульев сразу! Они на шесть поясницей Прямо поясницей по кромке одного самого ближнего стула И в этом заключается самая большая опасность Вот такого приземления Какой кошмар! Судья спустился с ринга в четных попытках вернуть все-таки борцов в рамки дозволенного В рамки дозволенного тому, что можно происходить в этом бою Вы посмотрите, даже после такой жести Тимати Тайтус мог встать и практически без помощи забраться на ринг Хотя лучше бы он этого не делал Просто потому, что он попал! Попал на разозленного локомотива! Локомотив пытается продолжать торпедировать его в углу ринга Тимати освобождается, попадает на большой башмак Матч идет совершенно самым непредсказуемым образом Ну а что же Рейв? Он-то, я надеюсь, отдышался уже, пришел в себя, что-то давно его не видно Тимати Тайтусу приходится одного уже долгое время сражаться опять, как в том бою Практически один против двух! Прекрасно! Согласен! Действительно! Просто внес он сейчас локомотиву по полной программе И сам теперь торпедирует, гарпунирует локомотива в углу А вот и Рейв! Ну, наконец-то! Заждались мы его! И он начинает свою атаку с прекрасно выполненного бегущего с канатов бульдога Засиделся Рейв! Заждался атаку! Обратный локомотив промахивается! Летящий шлагбаум от Рейва! Отлично! Спайнбастер получает Ронни Кримса! Просто отличная молниеносная атака! Надо смочь удержаться в этом темпе и с такой же точностью, но... Попадает на коронный прием локомотива, который называется Черная Дыра! Тимоти Тайтус спасает Рейва в очередной раз от удержания и от неминуемого проигрыша Потому что удерживать локомотиву пытался помогать его же напарник Ронни Кримсон И снова Тайтус зажигает И Рейв вовремя наклоняет канат И вываливает с ринга локомотива! А Тимоти Тайтус отправляет туда же вслед за ним и Ронни Кримсона И неужели во второй раз бой будет перетекать за ринг? Так, 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 секундочку, что-то они задумали! Тимоти Тайтус разгоняет своего напарника Тот выпрыгивает за ринг и вот таким самоотверженным приемом припечатывает Ну, не совсем обоих в основном Ронни Кримсона Посмотрите, Тимоти Тайтус в очередной раз пытается завести зал И сам накрывает эту парочку прыжком со стойки ринга Для этого и зал не надо заводить Потому что, естественно, такой прыжок заслуживает аплодисменты 110-килограммовый, можно даже сказать, гигант Вот с такой легкостью перемахивает на третий канат сначала А потом из каната за ринг Что же задумали они? По-моему, моральная победа в этом бою уже у Рейва и Тимоти Тайтуса Осталось только попытаться зафиксировать это по правилам На счет раз-два-три на ринге Ну, а пока что снова забираться на ринг Наши бойцы не торопятся Медленно бой проходит А нет, все-таки, наконец-то они отправляют на ринг Локомотива и Ронни Кримсона Похоже, у локомотива и Ронни Кримсона уже не осталось никаких ни сил, ни желания сопротивляться Да, со второго раза и не совсем тому, кому предназначалось Но тут же попадает на коронную криминацию от Ронни Кримсона Привет, говорит тут же ему Тимоти Тайтус После чего он ему и обошит, чем уверен, скажет пока И осталось только зафиксировать удержание Подождите, Тимоти Тайтус просит судью сделать паузу Проверяет, все ли в порядке с его напарником И что же, что же задумал американец? Рей встает, а локомотив и Кримсон, похоже, не могут этого сделать Ага, готов ли ты подняться вверх, говорит, спрашивает Тимоти Тайтус у Рейва И я был бы жутко удивлен, если бы ответ был нет И я был бы жутко удивлен, если бы Рейв после этого не опустился вниз И как раз на одного из своих противников, на Ронни Кримсона А Тимоти Тайтус прыжком падающего локтя припечатывает локомотива Что же это будет? Неужели командное удержание? Именно оно! Раз, два, три, все! Победили, победили Тимоти Тайтус и Рейв Вот таким вот, довольно редким удержанием для нашей федерации Сразу двойное удержание, причем сразу в одном месте Удивительно было бы, если бы в разном Ну, дорогие друзья, эмоции пьют через край Поэтому вы уж не удивляетесь, если Чаго сказали не так, а ли не по делу Посмотрите, посмотрите на это Локомотив и Кримсон не могут встать Им чувствуется помощь, им требуется помощь для того, чтобы покинуть ринг А победители, естественно, естественно рады, что они смогли поставить на место вот этих вот двух Зазнаек под именами Ронни Кримсон и Локомотив И вы знаете, я вот еще что хочу сказать Все-таки одного, просто одного боя Но именно вот такого хватило Извините, как чуть не сказал Ронни Кримсон, но хватило Рейву и Тимоти Тайтусу, чтобы сработаться, чтобы они стали одной командой И слаженно, как действительно реальная команда Которой они не были еще буквально несколько дней назад Покидают ринг Рейв и Тимоти Тайтус Ну что ж, дорогие друзья, этот бой подошел к концу А вот этим вот повтором самых динамичных, самых запоминающихся моментов Мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск чемпионата Опасная зона И мы увидимся с вами на следующей неделе в это же самое время Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok